Открываешь отчёт чиновников со статистическими данными и попадаешь в другую реальность. Правда, нужны специальные очки, чтобы увидеть успехи, например, в сельском хозяйстве. Миллионы голов скота бегают по пастбищам, однако картина рассыпается. Ведь животные и деньги, потраченные на их покупку, есть только на бумаге. А реальность совсем другая. Обсудим тему с депутатом Мажелис, с Айдарбеком Ходжаназаровым. Здравствуйте, Айдарбек Александрович. Айдарбек Ходжаназаров. Родился в Казалардинской области 26 ноября 1983 года. По специальности экономист-международник. Был генеральным директором группы компании «Олжа Агра». В январе 2023 года зарегистрировал и возглавил новую партию «Республика». А уже в марте был избран депутатом Мажелиса парламента Республики Казахстан. Любовь казахстанских чиновников цифрам, вернее, их приукрашивать, осудил президент. Вот для чего они это делают? Проблема в том, что оценка на сегодняшний день Акимов местных экспонентных органов происходит по тем моментам и по тем факторам, на которые они не имеют никакого влияния. Единственное влияние, на которое они могут воздействовать, это на увеличение цифр. Но, к сожалению, есть ИФО-показатель, по которому оцениваются наши Акимы, и они начинают соревноваться между собой. Так же это получается какая-то призрачная гонка. Да, абсолютно. Как будто мы бежим, 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 бежим и не знаем, куда бежим, то есть без цели. Здесь нет абсолютно никаких дивидендов с точки зрения результата или благополучия страны, народа. Здесь только какие-то политические дивиденды для того, чтобы в моменте, когда будет отчетный период, похвастаться, похвалиться, получить какие-то, может быть, регалии, либо повышения. Здесь просто идет введение, заблуждение всего народа, введение заблуждения главы государства и практически парламента и министерств. Как оценивать, допустим, продуктивность отдельно взятого Акимата и отдельно взятого Акима, если не ориентироваться на цифры, для того, чтобы они не занимались вот этой игрой с ними? Смотрите, давайте разделим эти вещи на две разные категории. Первое, продуктивность Акимата, они должны привязаны к конкретным результатам. Но это надо привязывать с нашим комитетом госдоходов. Если ты показал большой объем, будь добр, заплати налоги со всего объема. Ответом против ложной статистики может быть только цифровизация. Другого ответа, который позволит центральному органу принимать информацию за чистую монету, нет на самом деле. Если говорить о сельском хозяйстве, космический мониторинг, есть и такой метод, и он тоже может в этом плане помочь. Космический мониторинг, на самом деле, при одном из министров, я не буду сейчас называть фамилии, для того, чтобы никого не возвышать и не принижать, при одном из министров очень хорошие темпы набрал. И на самом деле выявлены были сотни тысяч миллионов гектаров, которые использовались нерационально или не использовались. При следующем министре все это дело похоронилось. То есть опять мы за что-то взялись, на полк пути бросили и не довели до конца. Ну не мы, а чиновники. Вот здесь опять-таки хочу сослаться на слова президента. То есть институциональная память, внутриминистерская, она не сохранилась. За дутыми этими цифрами красивыми стоит отдельно конкретный чиновник или отдельный госорган. Вот их как-то за это нужно наказывать? У нас на сегодняшний день не предусмотрено наказание. Максимально, что мы можем делать, это оштрафовать, может быть, выговор строгий, кого-то уволить. Но, вы знаете, высокие должностные лица наказаны не будут, всегда пострадает кто. Какой-нибудь специалист управления сельского хозяйства или управления предпринимательства. Это же неправильно, нужно же как-то менять эту систему, мы же должны это понимать. Соответственно, одна из важнейших реформ, которые требуются, это персональная ответственность Акима, города и Акима области за предоставляемые цифры в центральный аппарат, центральные госорганы. Почему? Потому что у нас сейчас ты отправил одну цифру, завтра ее поменял, предоставил. То есть никакой персональной ответственности. Тут же, наверное, стоит еще сказать, что все эти дутые приписные цифры, это и коррупционные риски. Это такая темная вода, где ловится та самая рыбка. Абсолютно верно. На сегодняшний день с приходом нового министра статистика более-менее корректируется. Но опять, корректируя статистику и обнуляя ее, мы не меняем систему учета. И в конце концов, возможность обманывать и вводить в систему неправильные данные, они сохраняются. Следующий вопрос, это будет цитата президента. Некоторые владельцы земель живут за тысячи километров от участков, приносящих им прибыль, и не заботятся о жизни сельчан. Правительство и генеральная прокуратура должны заняться им. Стоит ли в связи с этой цитатой ожидать каких-то новых уголовных дел? Сегодняшнее не предусмотрено в уголовном кодексе наказание за то, что человек живет далеко от своего бизнеса. Но что я ожидаю, что потенциальное изъятие земель у фермеров, которые нерационально используют свои земли, то есть не используют их сами, передают ее в субаренду. Если ты не обеспечиваешь инфраструктурой, если ты не обеспечиваешь правильными жилищными условиями, если ты не обеспечиваешь социальным обеспечением свое село, то, по сути, ты завтра останешься без своих работников. Дутые цифры, они как раз мешают развиваться и человеческому капиталу. Абсолютно верно, абсолютно верно. Спасибо вам большое за интервью. Будем надеяться, что все у нас будет. Хорошо, спасибо. Продолжение следует...